Как водитель со стажем могу сказать, что осень самое опасное время года для пешеходов, потому что людей в черном на дороге попросту не видно. Именно поэтому мои коллеги из Березняковского рабочего сегодня вышли в рейд, чтобы пообщаться с детьми, подростками и взрослыми об их безопасности. И, конечно, вручить им светоотражающие элементы, которые помогут обеспечить их безопасность на дороге. Только в октябре в Березняках из-за плохой видимости сбили двух человек. Один из них, к сожалению, скончался. Именно осенью пешеходам стоит уделять особое внимание верхней одежде. Выбирать светлые тона, чтобы быть максимально заметными на дороге. Почему важно носить светоотражающие элементы? Вот еще несколько лет назад я бы, может быть, плечами пожала и сказала, ну, кто хочет, тот носит, кто не хочет, тот не носит. А сейчас, слушая наших читателей, я понимаю, что город Березняки становится темным. И есть такие места, где дорога действительно темна. И водителям не видно пешеходов, которые переходят через дорогу. Поэтому ношение светоотражающих элементов – это одна из таких форм защиты. Люди могут обезопасить себя, просто прицепив красивый брелок на сумку или на курточку. Пообщаться с жителями города и подарить безопасные подарки журналисты газеты «Березняковский рабочий» Яна Агеева и Татьяна Фильбер решили не просто так. Уже несколько месяцев они работают над масштабным социальным проектом «Дорога выживания». Идея проекта возникла после громкой трагедии, произошедшей в мае на улице Мира. Тогда неадекватный водитель сбил на пешеходном переходе братьев. Один из них погиб на месте. Мы рассказываем о том, как вообще обстоят дела у нас на наших улицах, как ведут себя водители, как ведут себя пешеходы, в чем есть опасность, что подстерегает нас на наших улицах. Несколько публикаций в этой серии уже вышло, но мы хотим не только рассказывать, мы хотим еще быть полезными в самом прямом смысле. Журналисты приобрели полезные сюрпризы благодаря партнерству с Верхникамской торгово-промышленной палатой. Кстати, во время рейда юные березняковцы поделились с нами и своими лайфхаками безопасности на дороге. Например, школьницы София и Ульяна рассказали журналистам, что стараются не гулять в темное время суток. А если все-таки приходится, то, переходя дорогу, поднимают руки вверх. А между тем, акция на этом не заканчивается. Пешеходы получили от газетчиков QR-код. Он ведет на полезную памятку о безопасном поведении на темной дороге. Кроме того, теперь все горожане, которые носят светоотражающие полоски и подвески, могут поучаствовать в конкурсе от газеты «Березняковский рабочий» и выиграть приз от магазина «Стайл Электроникс». Для участия переходите по ссылке. Надеемся, что благодаря усилиям наших коллег на дорогах города будет безопаснее. Но, как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Алина Багрянская, Кирилл Яранцев. Наши новости.